Белоснежный пейзаж областной столицы разбавили ярко-розовые машины. Прежде чем добраться до дворца «Волгоспорт-арена», они преодолели долгий путь. Из Москвы через Казань в Ульяновск. Внутри ценный груз, трофей, игр будущего. В его концепцию вошли пять вызовов – спорт, тактика, стратегия, скорость и технологии. Меньше чем через две недели приз ждут на орбите. И уже из космоса, заряженный на удачу, главный приз соревнований достанется чемпионом турнира в Казани. «Игры будущего» – это инновационный мультиспортивный турнир абсолютно нового формата, который Россия придумала первым. Это смесь традиционных классических видов спорта и инновационных каких-то в диджитал формате. Это очень интересно, очень захватывает. Он впервые пройдет в нашей стране с 21 февраля по 3 марта. Успехов ульяновским спортсменам в грядущем турнире пожелала олимпийская чемпионка Камила Валиева. Фигуристка представила трофей «Игр будущего». От себя же спортсменка добавила, что соревнования в подобном формате – гордость России. «Игры будущего» – это очень уникальный фиджитал турнир, который каждый сможет в другую жизнь в связи с физическими способностями и способностями в нормальном мире. И на самом деле, в том, что это полный делал. Выступить по дисциплинам современного спорта ульяновцы смогли уже сейчас. Первый в истории турнир по фиджитал-керлингу прошел успешно. Согласно правилам, участники соревнований сперва показали себя в игре на приставке, а после вышли на лед с щетками. При этом очки, заработанные виртуальной реальности, прибавились к тем, что удалось набрать на физической площадке. Новый формат моментально нашел отклик среди детей. Это оправдывает возложенные надежды на популярность киберспорта среди молодежи. Все видим, что как развиваются виды спорта, и очень много цифровых двойников появилось. И, собственно, фиджитал – это ответ на те вызовы, которые есть сейчас перед людьми спорта, популярностью их среди молодежи. И поэтому это объединяет начало спортивное, очень важное для нас, активность спортивную и киберактивность. Развивать фиджитал-спорт будут во многих регионах России. И для этого сейчас создается соответствующая инфраструктура. Строятся площадки для занятий. Оценить работу региона в этом направлении приехал глава Республики Калмыкия. Батух Асиков условился с губернатором Ульяновской области развивать киберспорт совместными усилиями, регулярно поддерживая обратную связь. В стране развивается спорт, развивается новое утепление. В нашей стране создается профессионально, в том числе и Калмыкия. В нашей стране в области созданы завершающие перенатки, которые мы не посетим, не посетим, не посетим, не посетим. В нашей стране принимают участие проходящие соревнования по фиджиталу. После официальной части на льду у «Волгоспортарена» прошло шоу дронов. Беспилотные аппараты рассекали пространство, попутно преодолевая полосу препятствий. Александра Никитина и Бахтияр Салтанов. Управда. ТВ.